Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует программа «Универсальный формат». Меня зовут Юлия Сейвера, и я с радостью говорю вам, что мы работаем в прямом эфире. 202 11 22 – это телефон, приведет вас к нашей программе. Дозвонитесь, станьте нашим участником, скажите нам что-нибудь интересненькое, передайте приветы, поздравления, ну или, быть может, у вас есть какие-то вопросы нашим сегодняшним гостям. Кстати, программа сегодня действительно оправдает свое название, она универсальная. В первой части мы поговорим о бодрящих напитках, о здоровых напитках, которые принесут нам энергии, бодрость, здоровье, конечно же, как-то повысит нашу активность. Ну а во второй части узнаем о новогодних корпоративах. Поэтому готовьтесь, записывайте, практически сидите с ручкой. Вся информация будет сегодня полезна и интересна, это уж точно гарантировано. Так, давайте буду представлять наших первых гостей, первый блог, это как раз поговорим немножко о напитках, в частности о кофе. Итак, хочу вам представить Марину Баранову, директора территории правильных напитков. Здравствуйте. Здравствуйте. Есть такое у нас замечательное заведение. Что это, что это за проект, что это за заведение, чем можно угоститься, все расскажем, да, сегодня? Отлично. Ну и Николай Толмачев, без которого, я думаю, эта передача уж точно не удалась бы. Это у нас париста. Здравствуйте, Николай. Порадует нас сегодня своим ароматным бодрящим напитком. Есть такое? Не зря обещают. Что-то есть, да. Ну, по крайней мере, меня порадует, а я вам, дорогие телезрители, расскажу свои ощущения, расскажу, какие ароматы у нас тут в студии витают. Кстати, уже чувствуется аромат кофе, но действительно бодрит, действительно хочется как-то так вот прям активно себя вести. Так, 202-11-22, телефон еще раз повторяем, думаю, он вам сегодня точно пригодится. Ну, давайте с вами разговаривать о территории правильных напитков. Что это такое? Рассказывайте, как давно в Самаре это название появилось, как давно реализуется такой проект? Ну, давайте я расскажу, в принципе, это стартап, то есть мы открылись 26 сентября в этом году, работаем не так долго, вот, а у нас миссия очень интересная, то есть мы несем в общество здоровые напитки, это чай, кофе, маты, вот он, часть всего того, что есть, мы решили сделать, как антураж сегодня здесь. Помимо этого, мы сделаем смешанные напитки на основе того же чая, кофе, маты, на основе разных трав, на основе специй, пряностей, на основе разных интересных, также трав, которые привозятся не только из Самарской области, из разных городов, в основном по России и из Азии. Вот, мы все это перемешиваем, делаем их горячие и холодные, с разными эффектами, и они все безалкогольные абсолютно, то есть мы за здоровый образ жизни, и всех к этому, в общем-то, пытаемся направить. Слушайте, ну это очень здорово, интересно, кому пришла такая идея, как вообще пришла такая идея? Ну, мне кажется, чтобы таким бизнесом, разрешите, да, скажу так, заняться, надо как-то в этой области что-то понимать. Кофе любите? Кофе очень люблю. Мы все, мы все ребята, которые у нас работают, они просто без ума от напитков, от всевозможных, у всех есть какой-то свой любимый, кто-то любит смузи, кто-то любит кофе, как Николай, например, да, кто-то любит маты, поэтому это наш общий такое любимое дело. Ну, сегодня в студии будем готовить кофе, так понимаю. Что это будет, Николай, расскажите, пожалуйста. И я, так понимаю, за эфиром обсудили, что здесь какой-то необычный способ приготовления, не просто тебе в кофеварку закинул, да, перемолол, закинул, и все, готово. Нет, тут вот, как говорится, душа – главный инструмент в приготовлении этого напитка. Правильно? Ну, на самом деле, все гораздо проще. Это относительно недавний способ приготовления кофе, называется он аэропресс. Его, в принципе, может готовить каждый человек, он не требует дополнительных каких-то усовершенствований, вложений и так далее. Это просто цилиндр, куда засыпается молотый кофе и продавливается через бумажный фильтр. То есть, такая своего рода домашняя ручная эспрессо-кофемашина. Слушайте, ну, возможно ли, не знаю, таким вот ручным способом выжать всю энергию, весь сок из этого кофейного зерна? Ну, как показала практика, можно, потому что сейчас кофейная индустрия, в принципе, набирает обороты и проходят даже соревнования по аэропрессу российские и даже мировые. Да ладно. Да, серьезно. Соревнования как вид спорта, интересно, оценивается, либо нет? Как вид искусства, вид гонористи. Вы знаете, там все в совокупе, и там очень интересно, на самом деле. Собираются любители, профессионалы своего дела, им дается определенный сорт. Вот, они каждый разрабатывают свой собственный рецепт приготовления этого сорта, и на выступлении они показывают, что они добились. Слушайте, это очень интересно. У нас есть тоже один интересный факт, ну, как, надо догадаться, на самом деле, факт не до конца сказанный будет. Это вопрос для наших телезрителей, ответив на который, вы получите два билета на детский спектакль. Господи, называется-то как интересно. Чуфырь-чуфырь. 19 декабря состоится вадон, сей торжество, поэтому я думаю, ну, в преддверии новогодних праздников какое-то интересное представление с вашим ребенком, вам захочется подглядеть. Поэтому отвечайте на мой вопрос. Звучит он следующим образом. Людак Бетхойн обожал крепкий кофе. Как вы думаете, сколько зерен для эспрессо уходило у композитора на одну чашечку? Есть варианты ответа. Это 30 зерен, 50, 80 зерен или 64 зерна. Вот так вот отвечаете. Сколько же, насколько крепок был его кофе? 202, 11, 22. Два билета на детский спектакль достанутся тому, кто первый ответит на мой вопрос. Так, Николай, я предлагаю вам переходить уже к приготовлению, да, к вашему привычному делу, потому что сколько чаш кофе, наверное, вы варите каждый день, ну, не знаю, подсчитывали или нет. Кстати, Николай может нам сказать там издалека. Ну, немного. Немного. Хорошо. Ну, я надеюсь, что действительно будет ажиотаж у Николая работы и увеличится это число, ну, во много-много раз. Так, Марин, ну, вы пока рассказываете, пока ваш коллега занимается своим привычным делом, что он делает, как это все происходит и что же за кофе, откуда? Ну, я вам сделаю такой экскурс вообще по кофе, то есть у нас в заведении кофе готовится только альтернативными методами, то есть у нас нет кофемашины, а у нас кофе готовится в джезве на песке, то есть это вот, они у нас тут стоят, медные кованые джезвы, они устанавливаются в песочницу и равномерная температура как раз позволяет закармелизоваться кофе, и он получается очень вкусный и насыщенный с эспрессо, даже не сравним в плане того, что он очень бодрящий и маленький объем для одного человека, маленькая чашка, это вполне достаточно. Также у нас есть такое устройство, как кемикс, я думаю, если мы еще будем с вами встречаться, мы, может быть, как-то возьмем его тоже продемонстрируем, а вообще его можно увидеть у нас. Есть еще куровер и есть вот аэропресс как раз, чем мы сегодня готовим. Также у нас в ближайшее время появится сифон, это просто целая химия на столе, то есть это колбы, это стеклянные такие вещи, все это ручной метод. Для ручного метода кофе характерно кофе слабой обжарки, вот, это позволяет оставить в нем, ну, так сказать, больше вкуса, ну, слабой обжарки. Кофе у нас обжаривается в Москве нашим партнером, обжарщиком Виктором Кузнецовым, который, ну, можно сказать, что съел собаку на том, что он обжаривает кофе. То есть вы даже знаете, откуда это, не просто так заказываете готовые уже кофейные зерна, но еще, понимаете, прослеживаете путь до своего стола. Вот даже можем сказать больше, для каждого способа приготовления у нас отдельный сорт кофе. То есть это приятно для тех гостей, которые могут расширить свою географию вкусовую. То есть человек, придя к нам, он может попробовать кофе из Гватемалы, что сейчас я делаю, как раз размалывать зерна. Николай, можно ли я, пожалуйста, попробую? Потому что мне кажется, это чрезвычайно трудно. Там уже немного осталось. Там уже немного осталось. Насколько это место фитнеса может загодить. Да, если будете молоть правой рукой, то правая рука будет больше левой. Да, Николай, хочу отдать вам уже на самом деле. Давайте я посмотрю. Да, попробуйте. Ну и продолжайте нам свой рассказ. Но прежде давайте примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Как вас зовут? Мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Светлана. Светлана, ну скажите, пожалуйста, вы по утрам что предпочитаете? Кофе, чай, быть может какой-нибудь другой напиток? Ну чашечку кофе. Чашечку кофе. Ну это отлично. Крепкий любите? Либо так, какой-нибудь слив. Нет, я слабенький. Ну слабенький. Ну действительно, это, мне кажется, дамский напиток. Кофе с молоком, со сливками, самое то. Ну давайте гадать, какой же кофе любил Людвиг Бетховен. Он любил крепкий кофе. Сколько зерен для эспрессо он клал в одну чашечку? Композитор использовал. Ну, доходим, клал 60 зерен. 60 зерен. Так, смотрите, у меня, да, близко. У меня 64 зерна, такой вариант ответа у меня есть. Да, обычно для эспрессо уходит 40 зерен, примерно. Вот такое нашла. Верно, нет, не знаю, спрошу у наших экспертов. Ну, по крайней мере, мне написано, что примерно для обычного эспрессо 40 зерен достаточно. Но он любил все-таки, чтобы было покрепче. 64 зерна использовал. Вас поздравляю в любом случае, вы молодец. Получаете два билета на спектакль «Чуфырь-чуфырь» 19 декабря. Наверное, с племянником, быть может, со своим ребенком. Отправляетесь вы в воду. Спасибо большое вам за звонок. Так, дальше. Механизм приготовления как? В принципе, все уже практически готово. Горячая вода. Горячая вода у нас за кадром готовится. Практически чайничек скипел. Итак, два слова о том вообще, что это такое. Вот покажу аэропресс, если он мне немножко апгрейжен наклейками. Но это никак не влияет на вкус кофе, наоборот, только усиливает, передает энергию. Значит, это прибор, который состоит из цилиндра и поршня. Помимо всего этого, у него имеется еще вот такая перфорированная крышка. И для того, чтобы кофе у нас не попал в чашку, используется обычный бумажный фильтр. Он идет в комплекте и очень удобен. Что нам нужно? Нам нужен свежесмолотый кофе. Я использую 18 грамм свежесмолотого кофе. Можете понюхать его. Я уже отсюда ощущаю аромат. Слушайте, это очень восхитительно. Обожаю аромат кофе. Интересный момент в том, что аэропресс очень ярко подчеркивает природу самого зерна. То есть, если вы будете использовать старый, невкусный, пережаренный кофе, соответственно, и напиток у вас получится тоже невкусный. Да, если вы используете свежее зерно, оно хорошо пожарено, вы знаете, что продукт качественный, поэтому это очень ярко отразится на чашке, вы получите вкусный и классный напиток. Отлично. Мы засыпаем размолотый кофе внутрь, вот в этот цилиндр, в камеру. Проливаем горячей водой наш фильтр. Я надеюсь, что наши телезрители пристально смотрят, потому что какая-то магия творится сейчас. Ну, на самом деле, магии здесь нет, все очень просто. Вы просто так все это делаете, действительно, это какой-то, не знаю, кого-то колдуете. Ну, помимо этого, еще нужен, на самом деле, секундомер и весы, но так как не у каждого, в принципе, дома есть весы, поэтому я решил упустить этот момент, так как... Ну, секундомер... Да, аэропресс позволяет нам выстроить объем, на нем нанесены цифры, и нужный объем уже сейчас выстроен. Процедура заваривания очень простая, она делится на два этапа. Первый этап – это предсмачивание, то есть мы даем небольшую порцию горячей воды, примерно 30-40 мл в течение 30 секунд. То есть я включаю секундомер... Так, засекли. ...и заливаю кофе. 30 секунд вот так вот медленно-медленно, аккуратно. Это нужно для того, чтобы наш кофе напитался горячей водой, был готов раскрыться и отдать свой аромат. Эта стадия среди кофейных профессионалов называется блюминг, цветение. Мы как бы раскрываем кофе. Когда приходят ваши клиенты к вам, тоже как-то пытаетесь рассказать технологию? Конечно. То есть всегда рассказываете, не просто так готовите. И про чай, про кофе рассказываем, какой температурой воды лучше заваривать, как заваривать в чем, как посуда, подчеркивать вкус. Потому что отсюда уже начинается искусство. Не просто себе дали кофе, ну буквально там чашечку кофе, чашечку чая. Поэтому, когда к нам приходят гости, мы приглашаем их присесть на бар, если они не пришли, чтобы между собой только пообщаться, чтобы услышать какую-то интересную историю именно о том, как готовится напиток. Время заваривания занимает примерно полторы-две минуты, не больше. То есть мы доливаем основной объем по стечению нужного времени. Затем переворачиваем аэропресс на ту емкость, куда мы будем выдавливать кофе. Немножко перемешиваем. Хорошо. Слушайте, ну в домашних условиях это возможно приготовить? Конечно. Мы с вами в домашних условиях находимся. Но я имею в виду, необходимо только приспособление, так понимаю. Да. И хорошие... Ему можно, кстати, у нас заказать и научиться им пользоваться также у нас. После этого мы продавливаем кофе в сосуд. Здесь тоже буквально минутка, физминутка у нас. Ну то есть, да. Помогает приводить мышцы в тонус. Все, напиток готов? Напиток готов. Общее время нас составило 1 минута 55 секунд с момента заваривания. Вот так вот. Практически олимпийские рекорды ставим здесь, в студии универсального формата. Будем пробовать сейчас, да, угощаться этим напитком. Но вы нам расскажите, пожалуйста, действительно, возможно ли приобрести все оборудование? Потому что не у каждого есть такие интересные штуки, которые... Даже не знаю, как это все обозвать. Одним словом, которые присутствуют на столе. Все это японцы придумали, если говорить про кофе. Они очень скрупулезные люди в плане своей азиатской, во-первых, натуры. То есть, если они создают что-то, они создают это очень четко. Это я имею в виду про все методы альтернативы кофе, которые у нас есть. По поводу чая. У нас есть всевозможные подачи. То есть, разная посуда, разные методы. То есть, у нас есть сычуанский метод. Попробуйте. Сычуанский метод питья есть традиционный. Есть такой более распространенный в Китае. Это просто большая стеклянная кружка, из которой тоже можно попить. И вообще, мы всегда рассказываем, что посуда очень важна. Также у нас есть очень интересный напиток, который называется матэ. Пьется вот из такого колобаса, как у нас здесь. Так, вот это я сейчас... Да, и вот рядом стоит. Это очень интересный напиток, который мы активно продвигаем сейчас у нас в территории. То есть, мы делаем его в традиционном виде. Мы его проливаем водой, проливаем молоком, соком и фрешем. И делаем на нем различные коктейли. Я так понимаю, рассказать, что такое матэ, вот так вот рассказать не получится. Надо посмотреть и выпить. Шесть миллионов лет. Это традиционный аргентинский напиток. Марина, только шесть тысяч, не шесть миллионов. Ой, шесть тысяч, да, извиняюсь. Он очень давно как бы пьется в Аргентине. У нас он сравнительно не популярен. Да, потому что я вот лично в первый раз слышу, наверное, название такого напитка. Лично я. Но нужно пробовать. Нужно пробовать. Потому что он дает шикарную бодрость. Я могу даже поспорить с кофе в бодрости. Вот поэтому утром помимо кофе можно сделать такую альтернативу, как матэ. Хорошо. Куда прийти? Где посмотреть, где услышать интересные истории о разных напитках? Ну и попробовать всю эту вкуснотищу. Где? Твиттория правильных напитков. Улица Красноармейская, 2. Мы ждем вас. У нас с 10 до 10. Мы работаем каждый день. Вот помимо этого у нас есть еще магазин и есть заказы. То есть можно заказать вот такой вот аэропресс, например, как вариант тоже. И готовить дома. Потому что, ну, заваривать просто растворимый кофе даже было бы скучно, наверное, сейчас. И по качеству. Если бы попробовали кофе, то точно поняли, что не надо. Надо заваривать кофе. Обычно растворимый. Ну и в преддверии Нового года я не могу отметить, что этот подарок, это будет хорошим подарком для всех любителей напитков, не знаю, горячих. Конечно, у нас помимо этого еще есть кофе. Вот Николай может рассказать. Cold Brew. Это очень интересный подарок тоже, который мы запаковываем в крафт. Это такой тоже вид кофе. Наша территория позволяет работать над напитками вообще. Это очень классно. То есть представьте, что вы находитесь на кухне. То есть у вас есть куча продуктов, у вас есть тот продукт, по крайней мере, с которым вы работаете. И можно творить все, что хочешь. И, естественно, мы готовим максимально интересные напитки, максимально интересный кофе. Аэропресс – это всего лишь один метод, в котором мы готовим. Естественно, у нас еще представлены другие. Ну, я думаю, с другими можно познакомиться, придя именно к вам. Вам спасибо большое, что сегодня взбодрили наш эфир. Ну и, конечно же, разрешите, думаю, буду поздравлять с наступающим Новым годом. Такая пора уже, мне кажется, подходит. Можно принимать поздравления, хорошо? Конечно, спасибо. И, конечно же, удачи в вашем интересном деле. Я думаю, что все будет хорошо. Уж точно пойдет, взбодрите всю Самару, это точно. Что ж, ну а мы с вами смотрим сюжет о очень интересном напитке, как его приготовить в канун Нового года. Мне кажется, это будет очень интересный для вас рецепт. А после возвращаемся в студию и поговорим о новогодних корпоративах. Сегодня мы будем готовить... Эгнок. Это такой напиток с желтками, со сливками. Очень вкусно, с мускатным орехом. Нашим любимым мускатным орехом. С мускатным орехом. На этот раз у нас он уже молотый, поэтому нет. Наши любимые фирмы. И для него нам понадобится 120 мл сливок. Мы берем жирные сливки. Ну как жирные, 20%. Вы можете брать совсем жирные, как 30-35%. Ну главное не 10, то есть 20 и выше. Да, потому что у нас нужна такая кремовая консистенция. Затем у нас 240 мл молока. Потом добавляем 3 столовые ложки обычного сахара или же можно коричневый сахар, тоже на ваше усмотрение. Если вы хотите узнать, как выбирать хороший наличневый сахар, у нас здесь была ссылочка вот тут. Потому что это видео очень хорошее, мы очень старались. И еще мы добавляем 1 столовую ложку свежемолотого муската. Или же мы берем тут в данном случае 2 чайные ложки, потому что он, как мы уже в предыдущем видео, уже готовый молотый мускатный орех, он немножко такой более сильный, ненасыщенный. Так что будь аккуратен. И последнее, что мы добавим. Это 3 желтка или же, если у вас большие... Я большие. Тут добавляем 2. Просто у нас попались очень маленькие желтки, и поэтому мы решили взять 3, чтобы такой был очень кремовый, насыщенный напиток. И сейчас мы все это варим на медленном огне до такого состояния, чтобы когда мы мешали ложечкой, жидкость оставалась на задней стенке ложечки. Вот, и она чтобы не стекала, ну как она стекает, и оставляет такой... Как след. Корочку. И потом наш великолепный огно будет готов. КОНЕЦ Ну что, вот такой вот напиток у нас получился. Такой миленький, вкусненький. Что ж, ну мы с вами давайте продолжать. Напоминаю, что мы с вами в прямом эфире 202-11-22. Этот телефон поможет вам с нами связаться. Звоните, задавайте свои вопросы нашим гостям, ну и, конечно же, выскажите свое мнение. Я вот хочу у вас узнать. Вы будете ли отмечать новогодний корпоратив? Куда отправитесь с коллегами? Что будете делать? Ну, я думаю, сейчас как раз во время обеденного перерыва, быть может, вы и обсуждаете что-то интересное, чем будете удивлять своих коллег. Я вам подскажу. Есть у нас тут парочку идей, парочку молодых людей, которые ваш корпоратив, ваш праздник сделают более интересным. Так, давайте буду представлять. У нас Фирус Сафаров, ведущий праздников, и Каста Джотти. Здравствуйте, танцор. Ну, слушайте, мне очень интересно ваша компания. Очень приятно, что пришли к нам. Рассказывайте, новогодние корпоративы уже идут, либо как-то стоит оттянуть пока время это? Вы знаете, уже стартовали, да, корпоративы. Вот буквально вчера отмечали праздник у одной компании, которая развлекает других людей, то есть занимается развлечениями. И поэтому она, видимо, решила, что нужно сначала самим поразвлекаться, а потом уже развлекать других. Вот, и уже все идет вовсю, все ведущие заняты, но бывают люди, которые звонят, говорят, вот мы хотим отметить очень... В последнее время все как-то урезают бюджеты, потому что, ну, тяжелые времена, сами понимаете. Но в любом случае мне нравится настрой людей, то, что люди хотят какого-то праздника. Ну, праздник, да, это святое. Новый год, это на самом деле, ну, куда же без Нового года? Должны мы почувствовать какое-то ощущение волшебства, чуда, и, быть может, кажется, ну, следующий-то Новый год, все устоит, все будет хорошо. Все-таки экономия есть. Вот, кстати говоря, мы сегодня буквально с коллегами рассуждали, да, вообще, будет ли экономия на этот Новый год люди, как-то пытаются. Да, это прям очень сильно заметно в этом году, но в любом случае, вы знаете, люди такие говорят, а вот мы хотим очень бюджетный вариант, ну, чтобы было шоу, чтобы было грандиозно. Да, да, но все-таки у нас в России народ любит погулять, гулять, да, любит на широкую ногу погулять. Вот мне режиссер подсказывает, что, возможно, прыжки в мешках возобновить, что им такой бюджетный вариант, но веселый, да, тоже возможно. Ну, да. Хорошо. Так, хочу у вас спросить, ну, чем вы занимаете, как давно на новогодних корпоративах, и, собственно говоря, почему я вас сюда позвала? Давайте рассказывайте. Давайте рассказывать. Занимаюсь я, как уже можно понять, хореографией, являюсь выпускником Академии культуры Самарской, кафедры хореографии. Вот, работаем мы, коллектив у нас называется «Горец». Коллектив, ну, наверное, лет шесть мы уже работаем. Помимо нас, вот если углубиться вот в эту нишу рынка, народный танец, скажем так, у нас, можно сказать, такой узконаправленный профиль, это кавказская хореография. Я предлагаю посмотреть, кстати, фотографии, чтобы так, ну, по крайней мере, костюмы как-то оценили, а вы так рассказываете, вот мы видим. Это вот недавние выступления, конец ноября. У меня есть такое заведение «Хатсхаус», бывшие «Елки-палки» на улице рабочие, и это как раз-таки оттуда фотографии. Да, мы давайте рекламу не будем делать нашим замечательным заведением. Я уверяю, что, конечно, все самарские заведения так или иначе интересны. Кстати, ты летишь, да? Ну, да, пытаюсь, да. Там, кстати, никаких веревочек, это... Это не фокус, да? Да, 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 да. Это действительно реальный прыжок. Слушайте, ну, мне кажется, хореография такая, она всегда, ну, восхищает. Хочется сразу двигаться, хочется... Вне зависимости от какой национальности, действительно, ваши танцы, ну, блин, заставляют стать, по крайней мере, из-за стола. Они заряжают энергетикой, вот мы с Костой часто вместе работаем на мероприятиях, и люди, вот ты, Юль, правда сказала, что не только те люди, которые, не знаю, у которых кавказские танцы в крови, не только они... Горячая кровь. Да, не только они, но и русские очень любят кавказские танцы, и они действительно украшают праздники. Ну, так, я видела девушку. Девушка тоже есть в коллекции? Девушка, да, есть, как бы, в основном работают у нас ребята, но если по желанию заказчиков, то, как бы, и состав расширяется, и танцы под мероприятия делаются. Вот, кстати, к слову, вот что удивительно, основными заказчиками бывает у нас русскоязычная публика, то есть славянская публика. Чаще всего они очень так положительно реагируют. Ну, бывает очень часто даже у нас есть такой номер, как своеобразный интерактив, когда мы уже гостей включаем в танец, нам приходится фонограмму по 3-4 раза ставить заново, то есть нам там уже места нет, у гостей сами пускаются в пляс, мы еле-еле, то есть мы можем уйти, они сами еще минут 20 будут под нашу фонограмму танцевать без проблем. Слушайте, ну это замечательно, это доказывает, что вами работа сделана, ну, на все 5 баллов. Да, это лучший показатель. Это лучший показатель, когда публика зажигается. А я так понимаю, для любого артиста именно энергия публики дает какой-то такой позитив. Да, да, это эмоции, когда в конце праздника или во время него ты слышишь благодарность или аплодисменты, это просто... Ты понимаешь, что все это не зря, и ты занимаешься тем... Чем нам, ты молодец, ты молодец, это точно. Так, хорошо, Фируз, давай с тобой размышлять. Ну, вот многие, наверное, сейчас думают, как корпоратив-то праздновать, вот совсем-совсем скоро уже. Возможно, даже выбрали место, возможно, даже выбрали время, но не знают, какую программу. Здесь, конечно, возникает вопрос, то ли корпоратив просто делать самому, ну, своей компании, то ли приглашать уже настоящих ведущих, настоящих, там, не знаю, шоу-балет, может, это быть, да, какие-то коллективы интересные, фокусники и так далее. Какой вариант... У каждого варианта, так понимаю, есть плюсы и минусы. Давай немножко их рассмотрим. Если самостоятельно организовывать. Ну, хорошо, да, если самостоятельно организовывать. Ты знаешь, тут самый главный плюс в том, что можно раскрыть в человеке талант какой-то. То есть, не знаю, человек всю жизнь занимался, ну, скажем, маркетингом и считал бюджеты или еще чем-то таким занимался, и ему тут гендиректор говорит, а проведи там корпоратив, давай, развлекай нас. И человек придумывает программу, ночами не спит, там, два месяца готовится, и все шикарно проходит. Он понимает, что вот, это дело моей жизни. Это дело моей жизни. Кстати, у нас есть фотографии... Да, у нас есть фотографии... А, это вот ты вот так, да, начал свою карьеру. Да, 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 на самом деле, я ввел... Первое мое мероприятие было бабушкин юбилей. Мне кажется, что я ужасно его провел, но после него ко мне подходили люди, говорят, даже у тебя же талант, и что, тебе надо этим заниматься? И я такой задумался, наверное, надо попробовать, да. А потом пошли, я так понимаю, корпоративы, праздники, юбилеи, свадьбы. Да, свадьбы, все-все-все подряд, и все так закрутилось, что... Сейчас я понимаю, что это круто, и это то, ради чего я с утра просыпаюсь с улыбкой на лице, и вот, кстати, мой первый гонорар мы наблюдаем. Очень интересно. Так, ну, должна признаться, ладно, хорошо. Даже у нас, у нашей телекомпании, Фирус проводил день рождения нашей телекомпании, корпоратив, очень понравился, очень все было замечательно, а мы-то творческие люди, ну, мы уж точно вам оценим, как это все было. Спасибо вам. Так, хорошо, давайте продолжать дальше наши размышления по поводу самостоятельно ли организовать праздники, либо прибегнуть. Если ты, собственно говоря, самостоятельно вашу компанию организует, то, быть может, где-то ваш бухгалтер, вы узнаете, что он хорошо танцует, хорошо поет и хорошо ведет. Это плюс. Минусы? Минусы, возможно, это только бухгалтеру кажется, что он очень хорошо поет и хорошо танцует. И кто-то может подумать, а может, надо было вот вызвать Косту, и он бы показал, как это делается. Как надо танцевать. Или, может быть, Фируза, и он бы... Вот вроде те же конкурсы, да, но вот что-то не то, потому что человек просто берет бумажку, говорит, а вот сейчас конкурс, и как-то никого это не заряжает, что-то не так. И люди понимают, что в чем-то подвох. Видимо, не только профессиональный ведущий отличается от непрофессионального тем, что у него притальный пиджак. Наверное, что-то там есть еще. И, ну, в любом случае, да, мне кажется, в любом деле, наверное, лучше доверять профессионалу, но тут я ни за какую точку зрения. Каждому решать. Да, решать должен каждый сам, как для него лучше. У нас, кстати, есть сюжет, как можно провести корпоратив интересно, весело, не банально. Мы сейчас его посмотрим, но прежде давайте обращусь к вам, дорогие телезрители, с вопросом. Ну, коль уж мы начали говорить о замечательном празднике, как Новый год, давайте поговорим о его сказочных персонажах. Когда официально родилась Снегурочка, как новогодний персонаж? 202-11-22. Звоните, отвечайте, получите билеты от нас на детский спектакль. Чуфырь-Чуфырь 19 декабря состоится в Адон. Ну, а пока давайте посмотрим сюжет о корпоративах. Новый год по-гавайски. Замерзли? Согрейтесь, организовав вечеринку в гавайском стиле. Все присутствующие должны быть одеты в яркую легкую одежду. Разноцветные рубашки, шорты, юбки, платья, ожерелье из ракушек и прически, украшенные цветами. Все это должно сопровождать корпоративный Новый год по-гавайски. Искусственные пальмы, гамаки, шезлонги, зонты. Скажете, необычно, не по-зимнему? Зато такой праздник запомнится надолго. Сказочный Новый год. А почему бы не организовать новогоднюю вечеринку в стиле какой-либо сказки? Благо, зимних историй множество, начиная от снежной королевы Андерсона и заканчивая нашей снегурочкой. Плюсы? Можно задействовать множество костюмированных персонажей, создать трогательную обстановку, возвращающую в детство. Но и минусы тоже есть. К сожалению, не все сотрудники согласятся примерить костюм зайчиков, лисичек и снежинок. Маскарад. Что может быть таинственнее и торжественнее, чем бал маскарад? Красивые костюмы, элегантные маски и атмосфера загадочности. Все участники маскарада равны перед друг другом. Здесь нет ни должностей, ни чинов, ни возрастов. Бал маскарад – это безграничная свобода. Вы можете играть, кого захотите. Единственными границами будет только ваша собственная фантазия. Согласитесь, вариантов тематического корпоративного вечера много. Выбирайте. Креативьте. А каким будет ваш корпоратив, можете нам тоже рассказать по номеру телефона 202-11-22. Дозвонитесь. Быть может, кстати, спросите совета от наших сегодняшних гостей. Ну, не знаете, вы ломаете голову вот уже, может быть, неделю целую, чтобы такого интересного провести. Подскажут, расскажут, ну, совет дадут, по крайней мере. Так, рассказывайте вы, какие самые необычные праздники, самые необычные корпоративы были на вашем веку. Что вот говорили-то, что хотим корпоратив, там, не знаю, в стиле чего, кого? Ну, вот буквально недавно столкнулся с таким заказчиком. Это один из департаментов нашего города. Они говорят, мы хотим театрализованное представление, чтобы было шоу. Причем один человек говорит, он, видимо, массовик-затейник там в этом коллективе. Хотим театрализованную постановку какую-нибудь, чтобы у каждого была какая-нибудь роль, чтобы и ты не был ведущим с бабочкой, а был каким-нибудь тоже, да, не знаю, каким-нибудь Хью Джекманом или каким-то героем. И остальные люди, ну, сотрудники этого человека, они сидели так и думали, может, не надо, потому что, ну, понимаешь, да, то, что это классно, крутая идея, но очень многие не поддерживают их, потому что для одного дня нужно заморачиваться, искать костюмы, но в любом случае часто это стоит того, потому что остаются воспоминания, остаются фотографии тоже классные, ну и сама атмосфера, когда тематические вечеринки очень крутая. Вот из последнего, что я проводил, мне очень запомнилась вечеринка в стиле, голливудском стиле, то есть там каждый был каким-то персонажем из Голливуда, причем сотрудники компании настолько заморочились, так сказать, они сняли небольшие короткометражки, мы их смотрели, то есть, да, я им написал сценарии небольшие, забавные, и они собрались все вместе в каких-то местах нашего города, да, распределили роли, сняли, мне кажется, шедевральные короткометражки, и это было очень круто, когда коллективное творчество, все вовлечены, и всем это нравится. Это замечательно, да, поэтому давайте вот вам подсказки уже, что можно сделать интересного в этом году. 202-11-22, телефон нашего прямого эфира, куда дозвонился наш телезритель. Здравствуйте, как зовут вас? Здравствуйте, Людмила. Людмила, очень приятно. Ну, вы нам расскажите, у вас с коллегами уже был корпоратив? А я сейчас пока временно безработная. Безработная, хорошо. Ну, тоже может быть, но наверняка семейный праздник будет очень хороший, что за два сгодится. Давайте с вами отгадывать мой вопрос, когда официально родилась Снегурочка, как новогодний персонаж? Ну, если говорить, как в правительском союзе разрешили, в 35-м году разрешили новогодний юг, в 37-м она появилась с Дед Морозом, так? Вы про это имеете в виду? Какой у вас витиеват ход мысли? Нет, к сожалению, не про это я имею в виду, поэтому, ну, хотя тоже вариант. Быть может, вот ее истинный день рождения, но нет, ну, подумайте, кто... Да, да, да. Кто придумал Снегурочку, ну? От Паостровского, да, конечно. А он в 1873 году у него вот Снегурочка, как въезд, он написал Снегурочка, а в каком? Так, вот видите, какой у нас догадливый телесвитик? Это человек Гугл, просто. Да, человек Гугл. Любой вариант предусмотрен. Любой вариант предусмотрен. Так, я не могу не отдать, но на самом деле в ночь на 5 апреля вот такой у меня вариант ответа. Верный, нет? Задавали такие вопросы вашим телезрителям? Вашим слушателям? Никогда. Никогда. Знаете, в ночь на 5 апреля родилась Снегурочка, я вас поздравляю в любом случае, вы нам и такой вариант предложили, и такой вариант предложили. Конечно же, билеты на детский спектакль достаются именно вам, Людмила, ну и, конечно же, желаю вам хорошего, хороших новогодних праздников. Так, такой вариант, как флешмоб танцевальный присутствует иногда на праздниках? Да, присутствует. У нас, вот как я уже упомянул, есть вариант такого своеобразного интерактива, да, интерактива, когда мы просто гостей выводим танцевать. Есть флешмоб, есть такая услуга, как экспресс-урок у нас на свадьбе, на корпоративе, неважно где. Также есть еще такая услуга, у нас она не очень популярна, скажем так, пользуется и почаще в больших у нас городах, когда приглашают танцоров, но не в рамках шоу-программы, а просто как гостей. Наставника. Нет, просто как гостей. То есть такая серая лошадка, скажем, подсадная утка можно назвать, потому что очень часто как бы людям надо потанцевать, какие-то свои танцы, но мало владеющих. Так, хорошо, спасибо большое вам за идеи, за подсказки, вам, конечно, желаю хороших праздников, рабочих праздников, потому что, знаю, для артистов это, наверное, будет лучшее пожелание. Ну, а наши зрители поздравляют всегда в 10 секунд буквально. О, хорошо. Я хочу вашу редакцию поздравить, очень дружный коллектив, очень рад был познакомиться. Всем счастья в новом году и нашим дорогим телезрителям счастья вам и пусть все ваши мечты сбудутся. С Новым годом! С Новым годом! Спасибо большое, профессиональный ведущий, вот сразу видно, очень приятно с вами беседовать в нашей студии. Вам всего доброго, пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова